Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норильский никель». Здравствуйте! Вы в «Спортивном клубе». С вами Горгий Аргян и мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели. Герой программы – президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Но начнем мы вот с чего. На этих выходных проходит Куба главы города по конному спорту. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие всадники из Сибири, но фаворитом является сборная краевская, потому что в нашем регионе этот вид спорта развивается очень динамично. Конный спорт считается аристократическим. Состязание с участием лошадей включает в себя несколько дисциплин. Самая элегантная – выездка. Это высшая школа верховой езды. Знатоки называют ее королевой. Фактически мы можем видеть, что лошадь как бы танцует, она исполняет различные фигуры, пируэты, ходит боком. Больше всего ценится, когда лошадь исполняет все сигналы всадника, но при этом со стороны сигналы всадника незаметны. То есть создается впечатление, что просто человек спокойно расслаблено на лошаде сидит, а она под ним танцует. Это Арина Абрамова. Ее конь по прозвищу «Гамбург». Молодая спортсменка рассказала, с помощью каких средств всадник управляет скакуном. У нас есть повод, которым это средство управления, куда мы направляем лошадь, собираем ему голову. Также у нас есть шенкель, ноги. Это мы посылаем вперед и также можем управлять конем, скажем, куда ему идти. Арина занимается конным спортом около пяти лет, но даже имея такой опыт, не всегда с «Гамбургом» находит взаимопонимание. Тренер по выездке Наталья Домбровская говорит, чтобы обучиться этой дисциплине и пяти лет мало. Ну, важно, чтобы человек понимал и осознавал в полной мере, что он делает. Если он этому научился, то ему уже не сложно. Соответственно, если человек умеет, он может лошадь научить. А если человек не умеет, то и лошадь он не научит, и ей сложнее будет. Прежде чем выступать на соревнованиях, лошадь тоже проходит подготовку. В России стоимость подготовленного скакуна более 300 тысяч рублей, а иногда цена доходит до миллиона евро. Содержать породистую лошадь порой дороже, чем элитный автомобиль. Спортивные лошади, как я уже говорила, это атлеты. Соответственно, к ним нужен такой же подход. То есть они получают витаминные добавки различные, они получают сбалансированные корма, которые нужно отслеживать по качеству. И поэтому это достаточно накладно. В Красноярск лошадей везут из разных уголков России. Есть скакуны и из-за рубежа. Но особой любовью местные спортсмены относятся к лошадям, которые родились и выросли здесь, в этой конюшне. Вот как этот красавец, его прозвище «Договор». Не потому что с ним легко договориться, а просто кличка породистого жеребца состоит из первых букв его титулованных родителей. Сам же «Договор» неоднократный победитель всероссийских и международных турниров. Вот такое ощущение, что подумал о чем-то, и он уже с радостью это делает, и вроде бы ты даже никаких усилий не прилагаешь к этому. Сейчас ему уже 18 лет, на нем ездят молодые спортсмены, юноши. За последние 4 года у нас уже сколько на нем ездили, 4 человека, все выполнили нормативы в кандидата в мастера спорта. У «Договора» самая благородная задача. Он работает с юными всадниками. Наталья говорит, что не каждая лошадь на это способна. Ведь у них все как у людей. Бывает плохое настроение или просто скверный характер. Сама Наталья уже несколько лет ездит на чистокровной немке, Ганновере, с кличкой Виндер Куин. Под седлом у милой наездницы лошадь стала чемпионом Сибирского федерального округа. Знаете, как говорят про людей таких? В тихом умути черти водятся. То есть она вот вроде вся такая спокойная, спокойная, а где-то чувствуется, что внутри взрыв-пакет. Для того, чтобы лошадь слушала всадника и выполняла все команды, одного умения обращаться с поводами мало. Как бы это удивительно ни звучало, с животным необходимо выстраивать дружеские отношения. А тебе тоже надо? Ага, вот она невкусная, я тебя предупреждала. Дай дочь ей отдам. А, Вася, будешь ты? Жвачку пожуйте. А это ее дочь, да. Вот так. Каждый раз, когда всадник ходит в конюшню, лошади уже знают, что сейчас их угостят чем-нибудь вкусным. А вот так тут приветствуют чемпионов. Договор. Иди сюда. Договор. Здороваются. Привет. И дают морковку. На тебе еще одну. Договор заслужил. Он чемпион. Красавчик. Вообще, говорят, конный спорт – это в первую очередь любовь к животным. Без нее, уверяют профессионалы, ничего не получится. Красноярские ветераны хоккея с мячом придумали новый вид спорта, близкий к родному Бенди, и назвали его фаерболом. Они сохранили динамику и зрелищность, но при этом внесли значительные изменения. Фаербол в Красноярске играет 4 года. Это ноу-хау краевой федерации хоккея с мячом. От Бенди фаербол отличается только экипировкой. Клюшка и мяч позаимствованы из скандинавского флорбола. В остальном же это те же правила, та же динамика и борьба на игровой площадке. Плюсов, говорят фаерболисты, в игре масса. Во-первых, нет формы стесняющих движений. Играть можно налегке, в одних лишь шортах и футболке. Во-вторых, не нужно ледовой площадки, подойдет любая ровная поверхность. Ну и последнее. У тех, кто уже привык играть в хоккей на льду, но решил попробовать себя в фаерболе, нет преимущества перед новичками. Земля на всех уравнивает, здесь нет преимущества на коньках. Также здесь нет такой техники какой-то, чтобы показывать ее. Потому что поле непредсказуемое, мяч тоже непредсказуемый. За счет этого накал выше. Согласен с этим мнением и мастер спорта по хоккею с мячом Алексей Щеглов. Он отыграл за Енисей без малого 20 лет. Но даже ему, как опытнейшему игроку, не всегда на фаербольной площадке помогают профессиональные навыки. Это не то. Одно дело на коньках, другое бегом. Тут, как говорится, некоторые здорово бегают, плохо катаются. Соответственно, здесь наоборот, то же самое. Может быть, кто-то здорово бегает. Тебя, конечно, оббегают. Сегодня эта игра уже имеет свой чемпионат. За право считаться лучшими борются 12 фаербольных коллективов. Как уже говорилось ранее, на площадке встречаются любители и профессионалы. Согласно правил, с этого года разрешается брать в свою команду по три действующих игрока из суперлиги и высшей лиги по хоккею с мячом. Игра сразу приобрела новые оттенки. Сразу, во-первых, интересно стало. Рядом и людям, те, которые играют рядом с выдающимися игроками, им интересно в одной команде и против них играть интересно. Есть у молодого вида спорта и свои зрители. За несколько минут до начала этого матча коробку окружило несколько десятков болельщиков. Алина с подругами частые гости городского чемпионата. Девушки приходят поболеть за своих друзей и знакомых уже третий год. Во-первых, это летняя альтернатива зимнему хоккею. Мы очень любим хоккей с мячом и летом есть возможность понаблюдать что-то похожее. Нет, они нереальные просто. Хочется кричать, когда забивают голову. Это игра, любая игра захватывает. А сами не хотели бы поиграть? Знаете, хороший вопрос, да. С каждым годом число приверженцев фаербола растет. И это неудивительно. В Красноярске есть где поиграть. Около сотни площадок с искусственным покрытием. Поскольку фаербол не требует ледовой подготовки, в него может научиться играть каждый. Вне зависимости от возраста. Было главное желание. В Краевой Федерации хоккея с мячом надеются, что фаербол будет признан официально. Нам же хочется, чтобы игра, которую придумали в Красноярске, обрела мировую славу. Фаербол очень интересная, динамичная и красочная игра. Теперь я точно знаю, какой вид спорта хочу видеть на Олимпиаде. Кстати, совсем скоро. Помимо действующего городского турнира, проведут и чемпионат края. Пройдет он в Балахте. Порадует и детей. У них вскоре тоже появятся регулярные соревнования. Прогуляемся? Московская ярмарка верхней одежды открывает летний сезон. Надеваем яркие куртки, ветровки, плащи и отправляемся гулять. В новой коллекции большое разнообразие верхней одежды по обдовым ценам. Стильная куртка из эко-кожи 1560 рублей. Яркая ветровка 1880 рублей. Вас удивят наши цены и ассортимент моделей и расцветок. Размеры от 42 до 72. А день им каждого. Московская ярмарка верхней одежды. Матросова 18. 18. За папу, за маму, за юмор-фм. Утро с юмором. Отличное начало дня. Каждый будний день с 7 до 9 утра на 103-фм. А теперь наша традиционная рубрика «Разговор». Сегодня у нас в гостях президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Он считается самым одиозным человеком в российском футболе. Почему? Узнаете сейчас. Здравствуйте, Игорь Викторович. Здравствуйте, Игорь Викторович. Присаживайтесь. Года два назад вы говорили, что в футбольной национальной лиге есть странные матчи. Вот вы то же самое можете сказать о премьер-лиге? Вот сейчас в премьер-лиге я бы не назвал. Я смотрю все матчи, я бы не назвал, что какие-то странные матчи существуют. Нет, в премьер-лиге нет. Да и в ФНЛ сейчас уже я, вот сколько я знаю, и руководителя личного ФНЛ знаю, Игоря Викторовича Ефремова. Так что при нем не забалуешь. Я думаю, что и он все это отслеживает, все смотрит. Так что сейчас и в ФНЛ уже довольно-таки мало каких-то подозрительных матчей. Да их вообще фактически нет. Но в РФПЛ-то точно нет. Если говорить про договорные матчи, то самый большой ажиотаж в последнее время вызвал матч между вашим Уралом и Териком, когда букмекеры зафиксировали какой-то небывалый рост ставок на победу чеченцев. Но когда команда сыграла 3-3, вроде как сомнения развелись. Но с чем вы связываете вот этот всплеск на победу чеченцев? Ну я не знаю, ну вот Лига ставок, которая сейчас РФПЛ сотрудничает, я разговаривал, и были же у нас руководители РФПЛ на матчи там приезжали, там руководители РФС Куликов приезжал, как комиссар матча специально по этому поводу, приезжали там люди из службы безопасности, РФС. Они все это посмотрели, они говорят, что вот в Лиге ставок там не было никакого подъема. Это просто кто-то вбросил. Мне вот кажется, что кто-то вбросил какую-то утку. Ее раз поддержали, и все, и пошло гулять по страницам печати. У нас любят журналисты иногда не объективно что-то говорить. Тем более тут произошла у нас отставка тренера, тренер сам уехал, и фактически причину мы все еще не можем выяснить, почему и как это случилось. И все одно на одно наложилось, и из-за этого все и произошло. Вы как-то назвали известного футбольного эксперта Александра Бубнова недалеким человеком и балаболом. Почему? Ну, я не хотел бы про него ничего рассказывать. Это же сами вот его статьи все, все высказывания его рассказывают. Я ведь очень много людей знаю, кто с ним играл, кто его знает. Ну, не может так быть, что в команде все пьяницы и нехорошие люди, а он один хороший. Ну, так просто не может быть. А вот я его книгу прочитал, там так и есть. Там Досаев, негодяй этот, негодяй, все нехорошие люди, все там пили, режим наружали. А он вот один такой хороший ходил, докладывал Бескову, там все там. И ну, как-то я, меня не вяжет. Все мои душа против таких людей, как Бубнов. Ловчев я знаю тоже очень давно, но Ловчев хоть он как-то более мягко что-то там критикует. Мы не против критики, но когда оголтелая критика, когда критика не подтверждена ничем, то я против такой критики. И я не очень уважаю Бубнова, честно сказать. Может, он меня тоже не уважает, но вот я его за немногие качества не уважаю. Вы, к тому же, основатель и президент мини-футбольной Весинары. Два года назад вас дисквалифицировали на шесть месяцев за удар арбитра. Вы сказали, что он был предвзят. В мини-футболе тоже существует нечестная игра? Нет, странных матчей нет, это точно. И когда я из мини-футбола перешел в большой футбол, то тогда, конечно, я столкнулся, я никогда такого мини-футбола не видел. Там где-то что видно, там результаты какие-то. Но это было очень давно, и какие-то подозрительные матчи были в большом футболе. У нас в мини-футболе, как я тогда считал, и сейчас считаю, что такой грязи не было. Но арбитры, у нас, конечно, есть некоторые арбитры, которые предвзято судят. Предвзято судят. Не знаю, с чем. За руку никого не поймал, но видно, что предвзятость. И был вот этот эпизод, когда мы могли выиграть. У нас молодая команда, играют свои ребята, играют против бразильцев, которых там пять человек было в команде ТТГ и в Горск. И он должен ставить, человек играет рукой себе, подыгрывает и убегает в контратаку, забивает победный гол, когда мы должны были бить шестиметровый здесь. Это фактически мини-футболе 98% это гол. Мы должны были выиграть эту игру, и там нервы сдали. Ну, конечно, я сейчас могу сказать, что я арбитр не ударил. Это если бы я ударил, я бы сказал сейчас, что уж про это говорить. Сказ бы, да, вот так сорвался, ударил. Но я его не ударил, я его пытался оттолкнуть. И потом, когда молодой человек, арбитр, который сидит на КДК и говорит, что вот у меня даже голова закружилась, когда он-то ведь... Знаешь, можно хоть кого обмануть, да, вот я могу тебе там что-то сейчас рассказывать, обманывать, могу там быть еще кому-то, но себя-то ведь не обманешь. Себя-то, себя-то ты зачем обманываешь? А он вот сидит на КДК, ну и он же знает прекрасно, что его никто не ударил. Зачем говорить, что вот я там пошел, у меня голова... Но зачем? Вот я вот этого не могу понять у молодых арбитров, которые лгут, если он лжет людям уважаемым, которые заседают в КДК, то как он судит, значит, это все понятно. Переду к большому футболу. Вот вы один из... Наверное, единственный президент, который сидит на скамейке, записанных во время матчей. Вам... Да, вот не обратил внимания, сейчас спортинг в ТСК играл. У спортинга президент сидит на скамейке. Почему-то всем, понимаешь, вот этот вопрос... Вот этот вопрос всех интересует. Но мне вот так интересно. Я не могу, мне не нравится сидеть в ложе, сидеть, смотреть, там, сигару взять, как некоторые нас сидят, там сигары их показывают, еще как-то сидят. Но мне вот... Я там чувствую игру. Я там живу. Когда я рядом с футбольным полем, когда я рядом с командой, вот это моя жизнь. Мне здесь нравится. А мне нравится сидеть в ложе. И для меня вот эти отлучения от футбола, когда я даже в большом футболе и замене футбола не мог быть рядом с командой, для меня это было очень большим потрясением. Так что я ничего в этом плохого не вижу. И ребята, и футболисты, и тренера, они многим там говорят, да вот он там на скамейке сидит. Ну вот многие тренера даже сейчас. Можно спросить Гончаренко, мешал я ему когда-то или там что-то ему говорил. Во многих интервью, которые я читал, вас спрашивают про разборки и про 90-е. Как думаете, почему? Не знаю. В 92-м году у меня уже была футбольная команда. Я всецело занимался футбольной командой. Конечно, всякое в жизни было. Всякое бывало. Но не знаю, почему задают такие вопросы. Наверное, каждому человеку, вышедшему из 90-х, эти вопросы, наверное, задают. Я смотрел там, и многих футболистов так же пишут, и тренера так же пишут, и руководители клуба. Многим эти вопросы задают. Ну вот и все. Это был спортивный клуб. Увидимся в следующую субботу в 12.30. И вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норильский никель». Субтитры создавал DimaTorzok